Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшнего занятия – витамин А и его влияние на организм. Но прежде чем начнем разговор непосредственно о витамине А или ретиноле и его свойствах, давайте разберемся, что же вообще представляют из себя витамины. Витамины – это жизненно необходимые органические вещества, то есть те вещества, которые в своем составе содержат атомы углерода, небелковой природы с интенсивной биологической активностью. Иное название – биологически активные вещества, которые либо не синтезируются организмом вообще, либо синтезируются в количествах, недостаточных для удовлетворения нужд этого самого организма. Поэтому витамины мы можем получить только из растительной или животной пищи. Всасывание витаминов происходит в тонком кишечнике. При отсутствии в пище того или иного витамина возникает состояние, которое называется авитаминоз. Приставка А означает отсутствие. При недостаточном количестве – гиповитаминоз, а при избытке – гипервитаминоз. Все витамины делят на водорастворимые и жирорастворимые. На сегодняшний день изучено и описано 13 витаминов. На данной картинке вы можете увидеть эти витамины. К жирорастворимым относятся витамины А, Д, Е и К, или артинол, кальциферол, токоферол и филохинон. К водорастворимым аскорбиновая кислота или витамин С и витамины группы В. В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12. Ну и как понятно из названия, жирорастворимые витамины растворяются в присутствии растительных или животных жиров, а водорастворимые растворяются в воде. Основные свойства витаминов. Большинство витаминов являются коферментами или активными центрами или простатическими группами ферментов. Связываясь с белком, они образуют катализатор биохимических реакций, то есть тех реакций, которые происходят в живой клетке. Поэтому на самом деле витамин – это жизненно необходимое вещество, потому что без этой самой простатической группы невозможно сборка фермента и запуск биохимических реакций. Кроме того, витамины участвуют в синтезе других белков, в том числе и гормонов белковой природы, и таким образом регулируют метаболизм или обмен веществ и энергии. Витамины активны в небольших количествах, и, к сожалению, витамины не могут накапливаться и сохраняться в организме в течение долгого времени. Поэтому мы должны употреблять их в течение всего года. Такое состояние, как авитаминоз, возникает обычно в конце зимы, в начале весны, когда человек или животное в силу естественных причин климатических не употребляет витамины, не получает витамины из свежих фруктов и овощей, ввиду их отсутствия. Ну и переходим непосредственно к витамину А. Его другое название – ретинол. Он участвует в обмене веществ, в образовании зрительных пигментов, регулирует развитие тканей и органов. Источником ретинола являются продукты как животного, так и растительного происхождения, например, печень, рыб, животных, растительные, животные масла, молоко, кисломолочные продукты. Предшественником витамина А являются каротиноиды, а предшественником каротиноидов является жирорастворимый пигмент ликопин. Химическая формула С40H56, класс химических соединений терпина. Ликопин, как показано на картинке, в больших количествах содержится в кромопластах или окрашенных пластидов цветковых растений. Вот здесь мы видим целые гранулы ликопина на микрофотографии. В первую очередь ликопин является сильнейшим антиоксидантом. И в растительных и, следовательно, в животных клетках он выполняет протекторные функции, связываясь со свободными радикалами и активными формами кислорода и обрывая реакции окисления макромолекул в живой клетке. Таким образом, он защищает в первую очередь ДНК и уменьшает развитие многих раповых заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний, участвует в метаболизме клетки и опосредованно влияет на экспрессию генов. Вот на данной схеме мы видим, как ликопин связывается с рецептором инсулиноподобного фактора роста, что приводит к инактивации этого самого рецептора и запуску запрограммированной клеточной смерти или апоптоза, что в свою очередь вызывает уменьшение количества клеточных делений, количество самих клеток, подавление ангиогенеза или закладки кровеносных сосудов, миграции раковых клеток и дефрагментации раковой опухоли. Согласно некоторым исследованиям, ликопин может применяться как дополнительное лекарственное средство при лечении раковых заболеваний. К продуктам, богатым ликопином, относятся фрукты и овощи, чья окраска варьирует от желтого до красного и темно-оранжевого. Вот они, большинство из них представлено на картинке. Но если нет возможности потреблять свежие фрукты и овощи на ежедневной основе, то аптечные препараты могут стать неплохим аналогом. Но опять-таки, согласно исследованиям, всасываемость и усваиваемость ликопина выше, когда он потребляется именно с фруктами и овощами, чем когда с искусственными аптечными препаратами. Предшественниками провитамина А и производными ликопина являются каротины. Это тоже растительные пигменты желтого, оранжевого и красного цветов, которые в больших количествах содержатся, так же как и ликопин, в хромопластах, то есть в цветках, плодах и корнеплодах растений. В составе белковых комплексов они находятся еще и в зеленых хлоропластах, и в каплях масла они сосредоточены в семенах. Вот здесь на картинке мы видим химические формулы бета-каротина, альфа-каротина и гамма-каротина. И здесь возникает вопрос, почему бета-каротин идет сверху, а альфа-каротин ниже, хотя логично было бы поместить их наоборот, потому что бета-каротин является наиболее активной формой каротиноидов. Вот здесь мы видим на картинке ликопин и бета-каротин. Главное отличие бета-каротина от конечного продукта витамина А или ретинола – это отсутствие токсичности даже при употреблении в больших количествах. В случае переизбытка максимальным негативным эффектом является нетипичное окрашивание кожи в оранжевый цвет, которое быстро возвращается к норме при отказе от употребления бета-каротина. В организме бета-каротин накапливается в подкожно-жировой клетчатке и может превращаться в витамин А по необходимости. Вот свойства бета-каротина. Он, как и все другие витамины, всасывается в кишечнике, но интенсивность всасывания зависит от степени измельченности продукта. То есть пюре или сок усваивается лучше, чем просто какой-то кусок. Всасывание повышается при приеме растительных или животных жиров, так как это жир и растворенный витамин, и может достигать 80%, что является очень неплохим показателем. Бета-каротин является наиболее активной формой каротиноидов, то есть из одной молекулы бета-каротина можно синтезировать две молекулы витамина А. А вот из альфа-каротина только одну молекулу. Как и ликопин, бета-каротин приводит к уменьшению уровня свободных радикалов в каних органах, то есть действует как антиоксидант. Конечно, антиоксиданты выделяет и сам организм, но и здесь принцип синергизма. То есть ликопин, бета-каротин усиливает действия имеющихся в нашем организме антиоксидантов. И по данным некоторых, правда, немногочисленных исследований, бета-каротин является иммуностимулятором, и он повышает количество клеток иммунной системы, Т-хелперов, крови. На данной картинке мы тоже видим продукты, богатые бета-каротином и оптичные препараты. На первом месте у нас щавель и концентрация 11 мг на 100 г. И на последнем месте это салат ладук с концентрацией 1 мг на 100 г. Нужно, конечно, понимать, что эти данные весьма условны, потому что концентрация любого вещества в растительном сырье зависит от факторов выращивания. Так, факторов окружающей среды, таких как качество почвы, внесение органических и неорганических удобрений, продолжительность светового дня, температура, влажность и так далее. Поэтому, конечно, кормовая морковь, выращенная на бросовых почвах, она не может соревноваться с какой-нибудь огородной морковью, которая выращивается на черноземе. И, конечно, в такой моркови концентрация бета-каротина будет гораздо ниже заявленной. Ну и справа мы видим некоторые аптечные препараты, которые могут стать заменой растительному сырью. Ну и конечный продукт – это ретинол или витамин А. Тоже мы видим формулу бета-каротин, ретинол, производная ретинола, ретиналь и ретиноевая кислота, которые, кроме всего прочего, используются в косметологии. И свойства витамина А. Еще из школы нам известно, что витамин А необходим для нормального зрения. Но, кроме этого, витамин А участвует в процессах дифференциации стволовых клеток и превращения их в соматические клетки. И, так как и его предшественниками, обладает протекторными свойствами, уменьшая количество свободных радикалов и, соответственно, уменьшая риск развития раковых заболеваний. Вот здесь мы видим, как происходит процесс всасывания и отложения ретинола. Всасывается эпителиальными клетками тонкого кишечника. Стадия и серия химических превращений и ретинол накапливается в печени, откуда потом выводится при необходимости. Теперь, каким образом витамин А влияет на наше зрение? В палочковидных клетках сетчатки глаза витамин А связывается с белком, который называется апсин и формирует комплекс радапсин, который является светочувствительным пигментом. При попадании фотонов солнечного света или любого другого света молекула ретинола отрывается от радапсина и что приводит к смене конформации, то есть 3D-структуры белка и передаче сигнала мозг по зрительному нерву, где этот сигнал потом обрабатывается и загружается картинка. В сумерках при уменьшении количества фотонов света соответственно требуется больше молекул радапсина. А вот если в организме наблюдается нехватка витамина А, то больше радапсина синтезировать никак невозможно и развивается куриная или сумеречная слепота. Кроме этого, при недостатке витамина А могут развиваться следующие патологии. Это пятна бетон справа, белые бляшки на глазном яблоке, либо ксерофтальмия внизу слева, сухость роговицы и конъюнктива глаза, которая возникает из-за нарушения слезоотделения. Глаза постоянно красные, постоянно чашутся, постоянно воспалены. И кератомаляция внизу справа, это некроз роговицы, правда, уже запущены в такой стадии. Из этого следует, что витамин А, кроме как регулирует наше зрение в сумерках, он еще и участвует в секреции слизи клетками гоблета в таких органах, как легкие, кишечник, носа, ротоглотка, мочеполовая система, то есть тех органов, которые так или иначе соприкасаются с окружающей средой и подвергаются атаке патогенных микроэкорнизмов извне. И слизь, которую они выделяют, она обездвиживает и нейтрализует патогенные организмы, предотвращая их дальнейшую интрудию. То есть вот эти органы, они являются частью так называемого неспецифического иммунного ответа. И от витамина А зависит концентрация, качество и количество слизи, которое эти органы будут выделять. И соответственно, иммунный наш ответ. Ну, это известная информация достаточно. А вот то, что витамин А играет ключевую роль в дифференциации плюриплопатентных столовых клеток, мало кому известно. Витамин А, он связывается с ядерными рецептами РА, РС, альфа, бета и гамма, и активирует их. Эти рецепторы являются факторами транскрипции для группы генов, которые отвечают за, в первую очередь, дифференциацию клеток и тканей. Вот здесь на картинке мы видим недифференцированную клеточную массу плюриплопатентных клеток, которые были обработаны витамином А. Это привело к дифференциации этих клеток нейроны. Поэтому нормальное потребление, достаточное потребление витамина А особенно критично в период эмбриогенеза, то есть когда происходит закладка основных тканей и органов, пролиферация и дифференциация клеток. Также известно, что при лечении раковых заболеваний витамин А повышает чувствительность опухоли к лекарствам, что увеличивает терапевтический эффект лечения. Ну и, конечно, как и любое вещество, в больших количествах может вызвать токсический шок. При избыточном потреблении витамина А может возникнуть острый, это в случае единоразового потребления витамина А в количестве сильно, во много десятков раз, превышающих родимую норму, или хронический, то есть кумулятивный накопительный эффект, гипервитаминоз, который может привести к развитию гепатоголии, то есть увеличению печени, повышению давления спинно-мозговой жидкости, что в свою очередь приводит к постоянным головным болям, мигрениям, тошноте, рвоте, уменьшению прочности костей, вызванных резорцией кальция. То есть кальций вымывается из костных структур, такие как кости и зубы, что приводит к их деградации и возникновению сильного шелушения кожи. Дневная норма витамина А для мужчин составляет 700 тысяч микрограмм, для женщин 750 микрограмм, для детей 400-600 микрограмм, для беременных и кормящих женщин 1000-1200 микрограмм. Ну и согласно исследованиям, чистый витамин А усваивается гораздо лучше, чем биологически активные добавки. Но при этом термическая обработка свыше 90 градусов уменьшает количество витамина А во фруктах и овощах как минимум на 30%. Поэтому сырая морковь или сырой абрикос лучше, чем морковь вареная или варенье из абрикоса. Опять-таки, если нет возможности употреблять свежие фрукты и овощи в течение года, есть аптечные препараты, которые помогают восполнить дефицит нужного витамина А. Здесь представлены и отечественные лекарства, и отечественные препараты, и российского производства, и зарубежного. Поэтому есть некая альтернатива. Спасибо за внимание. Следующее занятие будет посвящено витамину В и его действию на организм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...